Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель компании H111 H6 под номером 48262. H111 это был один из самых массовых бомбардировщиков времен Второй мировой войны. Он по количеству выпущенных самолетов стоял на втором месте. Судя по информации которую я нашел, он стоял на втором месте по количеству выпущенных самолетов. Компания H7 нам предлагает в данной коробке модификацию H6. H6 это у нас шла модификация торпедоносец. Он мог нести две торпеды. Так показано у нас на боксарте. То есть у нас на наборе идет две торпеды. Также отличительной особенностью H6 это у нас он имел 6 пулеметов МГ-15 и одна 20-миллиметровая пушка. Вот, ну теперь давайте приступим к нашему обзору. Что же у нас в коробке? В коробке у нас... Так, первое что мы видим это красочные боксарты. H7 они видно что-то изменили в плане... Морс-художник поменялся. У них боксарты пошли более такие интересные, более красивые. Мне больше сейчас это все нравится. Поэтому при покупке тоже думаю кто захочет в подарок модельская, то покупайте даже с первого вида. Видно что модель у нас так. У нас буксар плотненько сидит. Вот, снял я его. Далее у нас здесь коробка из плотного картона. Ну как я всегда говорю, это для него немаловажно а при... если вы заказаете через интернет и почтой. Почта она может вытронить, по-моему, все что угодно с коробкой. Поэтому это вообще то, что H7 и плотные коробки это спасение для модели. Далее открываем коробку. И тут у нас, правда, много литников. Скажем так, пакетов много. Давайте мы с вами вытащим. У нас два пакета. Инструкция и декаль. Давайте я сразу покажу декаль и ее уберу, скажем так. Компания H7 выпускает декали уже несколько лет на новой бумаге и каких-либо проблем при переводе, наклеивании, при приклеивании декалей не возникает. Сам лично собирал, сам знаю, поэтому могу вам говорить, что декали у H7 теперь хорошие. Так. Куда бы коробочку-то эту поставить? Сейчас, секунду. И далее. Инструкция. Ну, теперь давайте начнем. Продолжим. С инструкции тоже. Хочу обратить внимание на инструкцию. Инструкция у нас выполнена в виде журнала формата А4. Первая на странице глянца. Все последующие идут матами. Также компания H7 предлагает в палитре Revolatomia краску. Которую необходимо... Компания H7 предлагает использовать данные номера цветов для окраски модели. Тоже я при сборке использую эту палитру и мне все нравится, все подходит. Считаем, подходит. Так. Ну, тут у нас, как всегда, то есть техническое описание самолета на двух языках русский и английский. Дальше на развороте мы видим, это у нас какие-то красный цветом обозначаются неиспользуемые детали. Ну, могу предположить сразу так сказать, что это получается у нас ранее выпущенная модель, но с дополнительными летниками. То есть, судя по пакетику, у нас здесь есть пакетики с дополнительными летниками. Вот. Это у нас не только торпеды, но также, судя по инструкции, у нас другие винты. Отсутствие бомбы. Шасси также. Само колесо шасси, оно другое. Потом, что тут еще у нас? Ну, также бомба у нас, получается, как я сказал, не используется. Что-то тут еще другое. Нижняя часть плоскостей тут тоже у нас другая. Поэтому, по сути, это у нас другой самолет. Поэтому это уже интересненько, кто хотел бы приобрести другую модификацию, думаю, это вам будет интересно. Ну, так мельком пробегусь. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что компания XM, тоже, это я из своего личного опыта могу это сказать, что инструкция это самое подробное, что... Ну, вот я подробнее инструкции не видел. Запутаться тут просто невозможно. Каждый шаг подробно описывается. То есть, вот, прям каждый шаг. Не так, что, бам, один листочек, там куча деталей и сиди разбирайся, что там такое, куда это все клеить. Нет, тут все, каждая деталь подписана. Что, что, куда клеится, что не клеится, наоборот, тоже хорошо это все показано. Запутаться здесь просто невозможно. Так. Ну, вот наш уже подходит к окончанию сборки, судя по инструкции. Стыкуемость у H111 хорошая. Сам лично не собирал, но в планах есть. Есть интереснительные представители, поэтому я хочу его собрать. Далее у нас установка остекления тут. На несколько вариантов. При выборе варианта, ну, предлагает компания CM, там, допустим, установка остекления. Вариант один, вариант два. Не забывайте обращать внимание на последней страничке. Здесь это, у нас варианты, они идут как, ну, показывают, как декали, то есть, нанесение декалей для какого-либо из вариантов. Чтобы потом не спутаться так, что собрали один вариант, а декали, допустим, заклеили другого. Вот у нас установка торпед на нижнюю плоскость. Далее у нас нанесение технических надписей и наши непосредственные модификации. Компания CM предлагает, сколько тут? Тут у нас четыре. Это у нас Норвегия, лета 41-го. Норвегия, июль 42-го. Польша, июнь 41-го. И зимняя модификация, это у нас ноябрь, Россия, 1941 год. Теперь давайте приступим к обзору наших обзоров. Обзоры начнут с большого котета с огромным количеством торпедников. Так, ну давайте приступим. Начнем с наших крыльев. Это у нас, а, думаю одинаковые литники, нет. Литники разные. Но покажу я их вместе. То есть тут как бы ничего такого нет. Крылья, расшивка, все четко, все сделано шикарно. Есть клепка, клепка четкая, клепку видно. Какие-либо лючки, они тоже проклепаны. Так, это у нас недвижущая часть. Но я-то понимаю, что здесь можно сделать с подвижными элементами. Так, толкатель на основу из них, с тех элементов. Пролитов здесь все хорошо и просто замечательно. Далее, так, прозрачный пластник на попозже маленько. Наш следующий литник это у нас вот такой вот. Вот, толкатели на внутренних частях элементов. Так, шасси прилиты хорошо. У нас, я так понимаю, задняя стойка. Да, она у нас выполняется из двух половинок. Само непосредственно колесо. Как бы, оно из двух половинок. Вот, вот. Но, насколько я помню из инструкции, по-моему, шасси какой-то другой тут используется. На посредине. Заднее. Точно другое. Потому что он был красненьким, он позначен. Мелкие детали, все пролито четко. Каких-либо недочетов я не вижу. Далее. Следующий литник это уже такой интересненький литник. Литник с мелкими деталями. А таких литников у нас целых два. Я его там вам тоже покажу. Потому что они абсолютно одинаковые. Литники у нас шикарные. Тут ничего сказать не могу. Двигатель у нас сделан отлично. Если постараться и сделать, скажем так, проводку. В принципе, она здесь показана. Она пролита. Но, думаю, что любители, скажем так, отчасти захотят проволочками сейчас это все заменить, сделать. И если это все раскрыть, капота сделать открытыми, то будет просто шикарно вообще. То есть он так стоит на аэродроме и он там техобслуживает на правом двигателе. Вот. Пролито поэтому все хорошо. Мелкие детали. Все маленькие. Стойкие шасси тут. Все пролито четко. Так. На шасси тут есть болты. Они тоже все четко. Облоя, каких-либо недоливов я в данный момент не обнаружил. Хочу собрать этот момент. Нравится. Ой. Упал. Простите. Упал. Упал. Все. Я с вами. Всякое бывает. Дальше. Фюзеляж в половинке. Но тут хочу обратить ваше внимание на данный литник, что он тут частично не используется. А именно вот эти детали. Они у нас вот. Прошивка пролита хорошо. Клепки пролиты вообще супер. То есть каких-либо тут недочетов я не вижу. Дальше. Следующий. Маленький литничок. Вот у нас литник. Также присутствует большое количество мелких деталей. Хочу обратить также внимание. А ну тут только шасси. Что тут все сделано замечательно. Каких-либо там обловы. Здесь проблем с этим нет. Все четко. Дальше. Это еще не нравится. Прозрачный класс. Это мне вообще нравится. Обожаю. Прозрачный класс. Он такой шикарный. Особенно. Я видел. Хе-111. Я видел его. Ну как сказать. Уже собранного. Покрашенного. Там все видно. Внутренности кабины. Все это видно шикарно. Поэтому если вы уделите внимание внутренним частям кабины. Это все будет просматриваться через застекление. Там видно вообще все. Приборную доску. Все. Понравилось. Вот эта модель я вообще просто тащусь в нее. Как я сказал. Что я обязательно ее соберу. Она будет в моей коллекции. Вот. Ну. Что сказать. Пластик. Он прозрачный. То есть все. Четко видно. Я вот текст посмотрю. Смотрю вот. Ну на коврике. Все видно без искажений. Каких-либо дефектов. Пролито все четко. Это очень важно. Когда собираешь что-то. У нас уже. Ну. Как я сказал. Элементы именно от модификации. Идут. Которая. Аз 6. Наш торпедоносец. Да. Вот наши новые винты. Наши новые шасси. У них интересный протектор. Я такого ни разу не видел. Классно. Классно. И наши торпеды. Вот. Это наши новые литники. Тут у нас получается что. Ну. Еще расскажу. То есть. Пролито все шикарно. Мелкие детали. Вот для торпед. Винты для торпед. Все. Лупости. Все. Шикарно сделано. Просто супер вообще. Также здесь. Расшивочка. Все пролито замечательно. Клепка. Все. Все это видно. Каких-либо дефектов. На данной модели. Я не обнаружил. Всполкатели. На внутренних частях элементов. Важно. Скажем так. При сборке. Что. Убирать не придется. И. Еще. Одну литник. Который у нас есть. Идет. В данной пакетике. Это у нас. Еще продвижный пластик. Я так понимаю. Что это тоже. Дет. Именно. Для модификации. Все. Уверен. Все. Будет супер. Ну да. То есть. Все. Текст читается. Без искушений. Без каких-либо дефектов. Даже в маленьком остеклении. Где большие изгибы. Также. Все это видно. Поэтому. Друзья. Друзья. Если вы любите авиацию. Если вы любите авиацию. В 48 мштабе. Если вы любите немецкую авиацию. То. Эта модель для вас. Покупайте. Каких-либо дефектов на модели. Я не обнаружил. Судя по информации. Которую я видел в интернете. По сборке. Эта модель проблем не доставит. Поэтому. Покупайте. Смело. Спокойно. Модель отличная. Хорошего качества. Всем спасибо. Всем пока.